Всем привет! Сегодня речь пойдет о необычном ложке, я проговорился, ноже, которое называется ложкорез. Серповидный нож необычный и давайте посмотрим, что он может в дикой природе. Начну я свою историю с того, что есть у нас разные деревья по составу, лиственные, хвойные и плотность древесины у них разная. Но при создании ложки, без разницы, какое дерево вы будете использовать. Конечно, в основном стараются брать липу, липовая древесина в плане питания очень приятная, будь то кружка или еще что-то. Поэтому я возьму для начала обычную сосну. Так, в этом году на археологических раскопках нам попался необычный нож. Ну, во-первых, ножей было много необычных. Помимо простых, вот таких есть серповидные, скифские ножи и даже вот скифские, раскладной нож, представляете? Вот я вам показываю. Простой, две линеечки, гвоздик забит. Вот на эту часть нажимаем, он поднимается, упираясь сюда, получается, как стопор. То есть, уже в то время карманный ножичек, причем, наверное, сюда еще веревочка привязывалась. И вот, среди раскопок всплыл вот такой вот необычный серповидный нож. Казалось бы, что им делать, ковырять там, да, что-то? Но, покопавшись, я никогда раньше не задумывался, наткнулся вот на такой вот тоже современный ремесловый ножик. Что он может и технику, как им резать, конечно, лучше посмотреть у профессионалов лошкорезов. А я вам сейчас покажу простые вещи. Ну, каждый, наверное, турист, бушкрафтер хотел, в походе, сделать что-то своими руками. Вот из всяких чурбачков. Например, я вот сейчас делаю вот из такой штуки красивую подставку. То есть, под свечу. Можно сделать там какие-нибудь сувенирные вещи, там закрепить, там крепление для красивого ножа сделать. Все что угодно. При этом я задачался тем, что можно по древесине наносить красивые нарезки. Причем не прикладывая сильных усилий. Главное, чтобы инструмент был нормальный. Вот этот нож на Алиэкспресс продается за 260 рублей, по-моему. Там есть и маленькие, и как с желобком, чтобы канавку, например, оставлять при резьбе. По мягкой древесине очень приятно резать. То есть, вот этот нож, он как раз и дает, вот тут давление пальцем, я просто одной рукой камеру держу, как раз вот эти углубления вырезать. Вот эту часть вы можете вырезать обычным ножом, используя пилу. То есть, вот сейчас я вам покажу мои заготовки. Я беру обычную сосновую палку, ищу места, где нету сучков. Мясо убираю лишнее обычным ножом, либо, например, вот здесь грубо пропиливаю прям пилой. То есть, вот это углубление под ложку я распиливаю по центру и ножом или топором сбиваю. Вот из такой вот палки у меня получается где-то две ложки. Финальный продукт уже со всеми декорациями выглядит вот так. Я, кстати, не знаю, откуда пошла вот эта вот тема делать вот такой вот немножко ромбический какой-то хвостик на ложке. Зачем этот? Вот видно, что ложка тоже струганная обычным ножом и покрытая лаком. Вот. Главное, кстати, вот, когда я работал с ложкой, не напортачить вот с этим местом, потому что вот здесь обычно ломается. Деревянная ложка, ее плюс в том, что она практически не нагревается, не тонет. И довольно приятно ей кушать, особенно мед. Но не только ложки можно вырезать подобным ножом. Например, вот стаканчик. То есть, можно взять стопку, сделать еще что-то, обтесать кору. Главное, вот я говорю, выбирать без сучков. Сучки, они мешают. То есть, и в этом месте древесина расслаивается. Также при нагреве смоляные деревья, естественно, выделяют смолу. Она, конечно, безобидна в плане еды, но не всегда приятно кому-то есть или по запаху. То есть, вот здесь как раз углубления, вырезаются, круговые движения. Основу, конечно, сделана на станке ЧПУ, но и вот здесь тоже просверлены. Как сделать вот такое углубление или вот, например, из такого пенечка сделать прям кружку вот такую? Я вам покажу еще один инструмент в ближайшем будущем. Такое, как бы, как сверло под дерево оно идет. И уже ножом можно дошлифовывать, делать канавки, выдавливать. То есть, нож не вот так вот загоняется, а вот этой вот частью давится пальцем. И нож, вот вы видите, очень хорошо входит, оставляя. То есть, вот круговые движения можно сделать. Вот как раз у меня по кругу я и выдавливал. Вот здесь давит сильно на пальцы, поэтому некоторые мастера, то есть, работают либо в специальных перчатках, либо одевают сюда кожаную накладку, чтобы давить ей на металл, либо вминать заготовку в лезвие. И, соответственно, у меня вот такой вопрос вам на будущее. То есть, понятно, что лепить из глины намного проще, да? Но глиняных ложек практически я не встречал. Хотя есть, вот, например, вот такой формат. Курительные трубки, да? То есть, по сути, это вот та же ложа. Можно маленькую керамическую ложку сделать, потому что, ну, лепить намного проще, чем резать. Вот вопрос в другом. Как меняется свойство древесины после обжигания его на огне? И зачем это делали? Вам такой вот вариант. Подумайте и свои ответы пишите в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова